Здравствуйте! С вами программа «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Ильвина Губайдулина. Как обычно в это время на телеканале Универ ТВ, я и мои коллеги готовы поделиться подборкой ярких событий студенческого и мирового спорта. А сейчас коротко о том, что вас ждет сегодня. Студенческая футбольная лига Республики Татарстан. Матч КФУ против Энергетического университета. Чемпионат и первенство России по спортивной аэробике. С какими наградами сборная КФУ вернулась в Казань? Гость студии Максим Гаврилов. Говорим о кубке КФУ, итоги 1-8 и прогнозы на турнир. Начнем сегодняшний выпуск с футбола. Студенческая футбольная лига продолжается, как и продолжается победная серия КФУ в этом турнире. Как федералам удалось заработать очередные очки и обыграть футболистов Энергетического университета, расскажет Наташа Жирнова. За противостоянием КФУ уже не первый год интересно наблюдать. Их силы можно назвать равными, а матчи не обходятся без желтых карточек, что придает остроты в их борьбе за победу. В четверг 12 ноября команды вновь встретились на поле стадиона КАИ «Олимп» в рамках студенческой футбольной лиги, чтобы сыграть довольно непростой матч. Этому не помешали даже плохие погодные условия и снег на поле. С самого начала матча ни одна из команд не давала сопернику надолго задерживаться у своих ворот. Позиция каждой сборной была понятна сразу. Если для КФУ были важны четкие передачи, то у КГУ был явно настроен на агрессивную игру. Это было заметно даже по настроению главного тренера команды Энергетиков, который не скрывал своих эмоций. Первый опасный момент игры у ворот создали КФУшники, когда игрок команды КФУ с достаточно большого расстояния отправляет мяч в сторону ворот. Однако сейв Дениса Афинагентова успешно спасает свою команду от пропущенного мяча. На этом КФУ не собирается останавливаться и пытается все-таки забить гол, но голкипер вновь осуществляет защиту. Напряженная борьба за мяч, несколько перехватов и в этот раз мяч летит в ворота КФУ, но тоже мимо. Еще пару минут и вот он шанс КГУ открыть счет в свою пользу. Помешала ошибка игрока Энергетиков. Он поскальзывается и не точно забивает мяч, который забирает голкипер противника. Долгое время борьба за мяч проходит недалеко от ворот КФУ и команда Энергетического университета успевает сделать еще несколько опасных, но нереализованных моментов на стороне КФУ. Ситуация поменялась в тот момент, когда через длинную передачу игрока Казанского федерального мяч оказывается на половине противника. С этого момента КФУ больше не дает надолго оставаться у своих ворот. 27-я минута. Первая желтая карточка в матче. Кирилл Николаев увидел перед собой горчичник за грубую игру, а если быть точнее, то за намеренный удар мячом в лицо противника. Команда КГУ тоже начинает фалить и зарабатывает пенальти в свои ворота. На 32-й минуте Рустам Сиберзянов, защитник Энергоуниверситета, сбивает Романа Пермамедова в штрафной площади. За это судья назначают 11-метровый, однако защитник не согласен с этим. Сиберзянов оскорбляет на повышенном тоне двоих помощников судьи, а также отказывается уходить с поля. После долгих разговоров нарушителя спокойствия все-таки удалось проводить в раздевалку, и игра продолжилась. Роман Пермамедов подходит к мячу и точным ударом делает счет 1-0. Тайм заканчивается еще одной желтой карточкой КФУ. На 35-й минуте Андрей Иванов получает ее за грубую игру. В начале второго тайма энергетики показали, что не собирается отдавать преимущество сопернику и забивает свой первый гол. Счет становится 1-1 после того, как Константин Вахтеров, полузащитник КГУ, получает передачу и почти без препятствий забивает мяч из-за предела в штрафной площади. После того, как счет сравнялся, ни одна из команд не желала повторения забитого в свои ворота мяча и начала активную защиту. На 7-й и 14-й минуте второго тайма на стороне энергетиков были созданы опасные моменты Данилом Вороновым и Денисом Давыдовым соответственно. Но забить мяч так и не удалось. У КГУ также был хороший шанс реализовать свой второй гол, но Раиль Хисматуллин не воспользовался моментом, когда ворота были пустые и пробил мимо. Зато забить получилось у Романа Пермамедова на 55-й минуте матча. Самый результативный игрок лиги головой успешно отправляет мяч в ворота энергетиков и делает счет 2-1. Этот гол стал переломным для игры. Команду энергетического университета второй пропущенный гол не устроил, и игра со стороны энергетиков стала агрессивной. Но одной агрессией и вынуждением соперников фалить игру не спасешь. Счет на табло так и остался 2-1, и сборная КФУ забирает очередные три очка в свою копилку. Наталья Жирнова, «Неделя спорта». С 10 по 15 ноября в Москве состоялся чемпионат и первенство России по спортивной аэробике. От республики Татарстан в честь своего региона отправились защищать сразу три коллектива Казанского федерального университета. Насколько успешно они смогли выступить, расскажет Надежда Мерещакова. Смело, дерзко, энергично. Именно эти слова приходят на ум, когда речь заходит о таком технически сложном и одновременно невероятно эмоциональном виде спорта, как спортивная аэробика. Всероссийские соревнования среди студентов по фитнес-аэробике, событие, начало которого с нетерпением ждали сборные команды КФУ. Соревнования проходили в рамках чемпионата и первенства России с 10 по 15 ноября 2020 года в городе Москва. В московском спорткомплексе «Динамо» собрались спортсмены от 8 до 18 лет. Ослепительные улыбки участников, блестящие костюмы и ритмичная музыка – вот секрет популярности соревнований по спортивной аэробике. Изначально принять участие на чемпионате планировали команды практически со всех регионов страны, но из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки многие спортсмены из разных регионов России не смогли присутствовать на соревнованиях. В итоге участие приняли команды из 15 регионов России, среди которых оказались сборные из Республики Татарстан. Казанский федеральный университет представляли три команды – «Флеймс» в дисциплине аэробика «5 человек», «Нирвана» в дисциплине аэробика и «Брейв Сол Крю» в дисциплине «Хип-хоп Большая группа». Для многих спортсменов чемпионат оказался возможностью для дебютного выступления на большой публике. Команда «Брейв Сол Крю» в дисциплине «Хип-хоп Большая группа» заняла первое место, поскольку сочетание хорошо отточенных движений с невероятной пластичностью спортсменов не могли быть неоценены судьями. Команда каждый год показывает отличный результат, что является несомненной заслугой тренеров Гюльвард Мартиросян и Аделины Минсафиной. Ни для кого не секрет, что игра со зрителем также была отмечена членами жюри, что привело танцоров к заветной победе. В дисциплине аэробика «5 человек» недавно появившаяся команда «Флеймс» удивила зрителей интересной задумкой танца, а именно эволюцией становления человека. Она оказалась удачной, что порадовало тренеров Ларису Маслову и Екатерину Ячменеву. В спортивной аэробике, как и в любом другом виде спортивного танца, необходимо следить за новыми тенденциями и течениями. Поэтому именно благодаря элементам из танца «Вок» в последней части номер заиграл новыми яркими красками. Девушки по праву заслужили оказаться на второй ступени пьедестала почета. Спортсменки из команды «Нирвана» были удостоены бронзы в дисциплине аэробика, что является отличным достижением. Больше всего зрителю запомнились технически точно выполненные поддержки, а также филигранная динамика движений участниц соревнований. Каждый музыкальный акцент был обыгран. Отдельное внимание следует уделить студенткам первого курса, которые пришли в сборную совсем недавно, но уже успели встать в один ряд с серьезными спортсменами. Итого, команды из Республики Татарстан смогли увести с собой медали всех проб. Это отличный результат для всех сборных Казанского и Федерального университета. Надежда Мещерякова, «Неделя спорта». Программа продолжается. И сейчас у нас в студии появляется главный судья Кубка КФУ 2020 Максим Гаврилов. Привет, Максим. Добрый день. Стадия 1,8 Кубка уже позади. Пришло время подвести итоги. Результаты всех матчей вы видите сейчас на своем экране. Как тебе в общем стадия и как тебе состояние сборных после такого продолжительного карантина? Меня порадовало состояние всех сборных команд нашего университета. Все 16 команд оказались готовы к Кубку. Не зря у нас проводился тренировочный процесс в сентябре и октябре. Да, Кубок мы начали чуть попозже, но это дало возможность подготовиться всем командам. Пусть у нас впервые есть матч, в котором одна из команд не забила ни одного мяча. Тем не менее, на определенном отрезке игры Институт филологии показал доминирующий футбол. И все сборные подошли готовыми. А главное, с большим желанием показать себя на этом традиционном нашем Кубке по мини-футболу. Лично для меня самым неожиданным моментом стадии 1.8 стал твой выход за сборную Института психологии и образования. Скажи, пожалуйста, как тебя снова затянуло на учебу в КФУ, во-первых, а во-вторых, как ты оказался сборной психологов? Затянуло очень легко. Пошел и подал документы. Сдал экзамен на магистратуру, вот так и затянулся. И да, было приятно на самом деле выйти на паркет Уникса уже не в качестве судья, а в качестве игрока. Последний раз я это делал в 2013 году. Вот спустя 7 лет вновь вступил на паркет в игровой форме за Институт психологии и образования. Такие необычные чувства. Мне понравилось. Хочу продолжить со своей командой дальнейший путь на нашем любимом Кубке. Перейдем к матчу с самым большим количеством забитых мячей. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций против Инженерного института. Несмотря на потери таких игроков, как Денис Давыдов, Иван Евсеев, Фарид Садриев, Данил Хуснудинов из ФН показали себя очень хорошо. Что скажешь по их игре? Матч, да, у нас вышел таким, который, наверное, понравился всем зрителям. Много забитых голов. Но тут, несмотря на то, что Институт социально-философских наук понесли определенные потери, молодая эта кровь пришла, и потянулись те ребята, которые приходили до этого. То есть они сейчас уже второй, третий курс. И есть лидер Влад Кузора, который несколько выделяется, плюс ветеран Максим Дистафиев, который Данил Султанов. Все это позволяет команде иметь сплав опыта и молодости, который показал себя очень ярко. Ну, плюс, наверное, повезло все-таки соперникам. Инженерность все же у нас достаточно маленький, выбор там небольшой. И плюс, опять же, и у них смена поколений произошла. Много новых лиц. Наверное, они чуточку вот еще не готовы именно показать себя как команда. Где-то есть недопонимание. Поэтому так матч сложился. Столько забитых мячей. Тем и прекраснее, тем интереснее зрители, которые будут смотреть дальнейшие матчи Кубка. За какими парами в одной четвертой, на твой взгляд, будет интереснее всего следить? Ну, в принципе, все пары равны, я думаю. Ну, за исключением Института психологии и юридического факультета. Все-таки юридический факультет такими выглядит явным фаворитом. Ну, посмотрим, как сложится мать. Что касается первой пары, у нас одной четвертой финала Институт физики и Набережный Челнинский институт. Ну, Институт физики – опытная команда, которая играет и в городском первенстве. За счет этого, то есть, у них есть и движение, есть понимание мини-футбола. Да, Челны все-таки, на мой взгляд, показали более цельную игру, более разнообразную игру. Обе, в принципе, команды добились уверенных побед. Ну, и в этом вот противостоянии я бы выделил все-таки Набережный Челнинский фаворит. Они наряду, наверное, с Институтом управления для меня пока такие, после первой стадии нашего кубка, явные фавориты. Институт социально-философских наук и сыграет у нас с Институтом международных отношений. Ну, главный вопрос, наверное, в этом противостоянии – забьет ли Денис Давыдов и будет ли он праздновать гол. Но нейтральному зрителю и мне, как главному судье, интереснее, кто покажет более цельный футбол и пройдет дальше. Выделить, наверное, прям явного фаворита в этом противостоянии сложнее. Это все-таки не IPO, а юрфак, а более-менее, можно сказать, равные команды. Если отдавать все-таки предпочтение, ну, за счет длинной скамейки, за счет вот этого влияния так называемых наших трансферов, которые произошли в Институте международных отношений, я бы, наверное, отдал предпочтение все-таки им. И, наконец, четвертая пара, четвертьфинальной стадии – это Институт управления экономикой и финансов против Института математики и механики. Ну, как я уже говорил, Институт управления экономикой для меня – одни из главных фаворитов, в принципе, Кубка. Во-первых, они показали зрелищный футбол. Во-вторых, это меня поразила их скорость игры, скорость восприятия, скорость передвижения мяча. И вот по этому показателю они выделились для меня среди всех 16 команд. Конечно, я не видел полностью матча набережной Челнинского института, так как я был в раздевалке, переодевался, готовился к своему матчу. А все-таки с экрана, в записи это чуточку не так, как вживую, когда я смотрел на эконом. Поэтому в четвертом Четверсинале я бы поставил на эконом, хотя мехмат просто так не сдастся, они никогда просто так не сдаются, всегда готовы удивлять. И посмотрим, как у нас сложатся дальнейшие стадии Кубка. Максим, большое спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали. И, пользуясь случаем, хочу пригласить наших телезрителей, зрителей присоединяться к прямым трансляциям, смотреть за ходом нашего Кубка. Тем более сейчас Казанский федеральный университет празднует свой день рождения. 216 лет, богатая история и науки, и творчества, и спорта. И хочется верить, что Кубок университета по мини-футболу займет свою нишу в исторической петле времени Казанского университета. Поэтому всех с таким праздником нашим общим, 216 лет Казанского федерального университета, смотрите мини-футбол, занимайтесь спортом и будьте здоровы. А на этом все, дорогие телезрители. С вами была программа «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Ильвина Губайдульна. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»